здравствуйте в эфире заключительной этой весной выпуск новостей зарубежные недвижимости от при ан в центре внимания цифры из дубая новые иммиграционные возможности от популярного курорта ну а начнем с направления номер один без турции действительно никуда перед вторым туром президентских выборов мы слышим всяческие экономические страшилки лира падает и падать ей еще бог знает сколько времени понятно что иностранные покупатели недвижимости с лирой то по сути и не сталкиваются мы ведь все прайсы получаем в евро и долларах поэтому давайте внимательнее проанализируем данные от индекса с апреля 2022 года по апрель 23 недвижимость турции подорожала на сто тридцать 2 процента в лирах сама лира за это время упала к доллару и евро но не так существенно примерно на четверть получается в долларах и евро мы имеем двукратный рост что все равно безумно много конечно весь прошлое в начале этого года на цены влиял мощный спрос со стороны иностранцев с другой стороны их доля все равно невелика менее 5 процентов то есть рост цен в твердых валютах связан и с активностью самих турок сейчас средняя цена квадратного метра в турции чуть больше 900 долларов в стамбуле 1420 в анталии 1315 но это больше заслуга года 22 или все-таки нет последние две-три недели состояния рынка первичной недвижимости я бы охарактеризовала как в состоянии ожидания застройщики не спешат представлять новые проекты идет реализация действующих проектов а на рынке вторичной недвижимости есть варианты когда квартиры продаются с хорошим дисконтом так как продавцы чувствуют спавшие спросы и предлагают скидки но это не массовое снижение цен на рынке а отдельные случаи срочные продажи выборы и ситуацию с внж я бы назвала как основные причины уменьшения количества сделок весной двадцать третьего года эффект от землетрясения можно сказать уже исчерпан начинается летний сезон и мы ожидаем положительной тенденцию увеличения продаж и так ждем итогов выборов для участников рынка недвижимости избрание эрдогана делает перспективы более ясными заявление кандидата от оппозиции оставляют все-таки много вопросов в любом случае через неделю турецкую тему мы точно продолжим новое иммиграционное направление начинают активно представлять в россии на украине в казахстане это египет популярнейший туристов страна в последние месяцы все активнее пытается привлечь инвесторов из-за рубежа на прошлой неделе премьер-министр страны объявил о намерении снять ограничения на владение недвижимостью иностранцами ограничения эти впрочем были не слишком строгими также обещается упростить все формальные процедуры при покупке но это слова важнее то что в стране с 2020 года работает программа инвестиционного гражданства поначалу она была не слишком интересная ну во первых из-за высокого порога входа а во вторых из-за не столь уж больших возможностей которые египетский паспорт всем открывает но сейчас привередничать в этом вопросе россиянам так уж точно не приходится а финансовые условия с марта 23 года поменялись чтобы сейчас подать заявку на инвестиционное гражданство египта нужно вложить местную экономику страны минимум 250 тысяч долларов сша это невозвратный взнос также можно внести депозит в местный банк или вложиться в локальную компанию но это уже 450 500 тысяч долларов сша но самой актуальной опцией программы остается покупка недвижимости на сумму от 300 тысяч долларов в авторизованной локации или проекте заявка подается абсолютно дистанционно оформление занимает около шести месяцев заявку можно включить супругу и детей в возрасте до 21 года египетский паспорт в отличие скажем от карибских нельзя назвать travel документом он не дает перемещаться без виз в европу или америку если например гражданин турции может ездить без виз в сто двадцать четыре страны то египтянин только в шестьдесят четыре и по сути российский загранник открывает не меньшие возможности но тем кому интересно развитие бизнеса в африканских странах или государствах ближнего востока а также тем кто понимает что мир можно открывать и пошагово к программе присмотреться стоит при покупке недвижимости условия кажутся вполне либеральными гражданство египта можно получить за покупку одного или нескольких объектов жилой или коммерческой недвижимости на общую сумму от 300 тысяч долларов сша через три года недвижимость можно продавать гражданство останется с вами навсегда а также передается по наследству при этом платить за недвижимость можно в рассрочку или стать долевым собственником вы можете выбрать три квартиры по сто тысяч долларов либо наоборот приобрести с кем-то в долях дорогую квартиру или виллу здесь важно лишь то что каждый заявитель на гражданство внес за недвижимость не менее чем 300 тысяч долларов подаваться на гражданство египта конечно следует через агентов которые знают местную бюрократию и и поверьте много процессинг уже отработан но египет это египет есть сильная специфика в ближайшее время на приан и в телеграм и на сайте мы подробнее расскажем про специфику египетской программы кто не хочет ждать в описании к ролику контакты экспертов в завершении несколько слов о дубае статистика отсюда вполне оптимистично рынок продолжает бить рекорды показатели апреля наивысшие для второго месяца весны за последние 10 лет и по числу сделок и по их объему совсем уж могучие цифры от портала недвижимости bay ut оказывается цены в дубае выросли за первые три месяца года почти на четверть правда есть и более скромные оценки от компании в эллу страт виллы за три месяца подорожали на 17 процентов а вот недвижимость в целом в годовом исчислении на 11 и 4 так что я бы скорее обратил внимание на другую тенденцию она фиксировалась и в прошлом году рос цен он не сомнением но получается что реально мощно дорожает жилье в самых престижных частях дубая на экране динамика цен в дорогих районах за первый квартал но вот говорить об успешности спекулятивных сделок в дубае в общем едва ли правильно а желающих быстро заработать немало согласно отчету земельного департамента эмирата более половины всех апрельских сделок совершены на в плане то есть это строящаяся недвижимость такие инвестиции требуют как никогда тщательного анализа разумеется еще до сделки что будет дорожать и насколько каковы перспективы недорогого по местным меркам жилья об этих вопросах стоит подумать и я рад пригласить всех для кого они важны на наш очередной вебинар мы назвали его откровенный разговор с ведущим застройщиком дубая компании дамаг и агентством just prime homes беседа состоится обратите внимание вечером во вторник 30 мая поговорим уж точно откровенно на всем прощаюсь не забывайте ставить лайки подписывайтесь на наш канал если еще не сделали этого и еще больше информации о зарубежной недвижимости в нашем телеграм-канале и на сайте приан все ссылки в описании до встречи всем мира и безопасности